Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу как прибавить немного FPS в Fallout 76, а также уменьшить количество лагов и фризов. Смотрите видос внимательно и до конца, у него много полезной инфы. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими кентами. Приятного просмотра! Первое что мы делаем, качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть две папки, конфиг, оптимизация и два текста документа, команда и создание точки восстановления. Сначала откроем команда, копируем данную команду, нажимаем pkm на пуск, windows powershell administrator, да, control плюс v и enter. Закрываем и закрываем. Открываем steam, в левом верхнем углу нажимаете steam, настройки, библиотека и ставите галочку на упрощенный режим. Далее друзья и чат, шестеренка, выключаем аватары и анимированные рамки. Переходим на библиотека, в фоллаут 76 нажимаем pkm, свойства, убираем галочку с игровой кинотеатр и если вы не используете оверлей steam в игре, тогда можете спокойно отключать. Переходим на локальные файлы, обзор, находим приложение фоллаут 76, нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставите галочку на отключить оптимизацию во весь экран, изменить параметры высокого DPI, ставим галочку на переопределить режим масштабирования, нажимаем ok, применить и ok. Нажимаем поиск, пишем параметры режима игры, игровой режим мы оставляем включенным, клипы, все это отключаем и ставим 30 кадров. Xbox Game Bar тоже отключаем. Снова нажимаем поиск, пишем настройки графики, включаем планирование графического процессора с аппаратным ускорением, после всех настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Далее нажимаем обзор, открывайте steam, библиотека, pkm на фоллаут, свойства, локальные файлы, обзор, копируем путь, pkm и копировать, закрываем папку, закрываем steam и в настройки графики мы сюда вставляем наш путь. Нажимаем enter и находим приложение фоллаут 76, нажимаем добавить, параметры и ставим галочку на высокая производительность, сохранить. В архиве открываем папку config, я для вас подготовил текстовый документ и сам конфиг. Открываем мой компьютер, документы, фоллаут 76, находим конфиг фоллаут 76, префс, нажимаем pkm, копировать, pkm на рабочем столе и вставить. То есть делаем бэкап, вдруг чего, если будут у вас проблемы, не понравится графика, либо еще что-то, просто берете и перекидываете его назад, заменить файл в папке назначения. Мы же открываем наш конфиг, pkm, копировать, папка фоллаут, pkm вставить, заменить файл. Плюс, если хотите еще больше увеличить фпс, здесь есть текстовый документ, открываем его, открываем конфиг в папке фоллаут 76 и делаем следующее. Копируем первую команду, открываем фоллаут 76 префс, нажимаем ctrl f, ctrl v, найти далее, здесь у нас стоит единичка, вместо нее ставите 0. Далее нажимаете файл и сохранить. Благодаря этим настройкам можно прибавить плюс 10-15 фпс, это в моем случае. Картинка конечно ухудшается очень сильно, поэтому смотрите сами, что вам важнее. Ну и для еще большего количества фпс, можете шадов дистанция поставить, допустим я не знаю 30 тысяч, так же самое и шадов дистанция, тоже допустим 30 тысяч. Шадов мэп резолюшн, допустим 1024, либо меньше, либо больше, тут смотрите сами. Я же советую для начала заменить конфиг, зайти в игру и проверить ваш фпс. Если вас все устраивает, то отлично, так и оставляете, если же нет, тогда уже переходите к этим настройкам, которые указаны здесь. Делайте по 1-2 настройки, заходите, проверяете. Антиалязинг советую в самую последнюю очередь, потому что картинка сильно ухудшается. Считаю, что сглаживание просто отключают. Открываем мой компьютер, локальный диск c, пользователи, ваше имя пользователя. Нас интересует папка апдата, если у вас не данной папки, нажимаете вид и ставите галочку на скрытые элементы. Локал, опускаемся в самый низ и находим папку темп. Выделяем все эти файлы, нажимаем pkm и удалить. Отмена, закрываем папку и очищаем вашу корзину. Снова открываете мой компьютер, нажимаете на любой из дисков pkm, свойства, сервис, оптимизация, нажимаете оптимизировать. SSD-шки у нас оптимизируются, а жесткий диск уже проходит дефрагментацию. Просто некоторые пишут, что нельзя дефрагментировать SSD-диск. Да, это делать нельзя, но поверьте, вы не умнее, чем в Windows 10, тут нет дефрагментации. Здесь идет оптимизация, это разные вещи, ребят. Просто нажимаете оптимизировать, ждете пару секунд, вуаля. Так же самое и диск D тоже. Оптимизация, еще быстрее. А вот уже жесткий диск, нажимаете анализировать, проходит пару минут, а потом уже оптимизировать. Игру, кстати, ставить тоже советую только на SSD. Это избавит вас от лагов, фризов и так далее. Открываем папку оптимизация, здесь у нас есть 4 папки и 2 приложения. Сначала откроем процесс лассо, нажимаем pkm, открыть, да, окей, принимаю, далее, установить, далее, готово. В процесс лассо нажимаем настройки, процессор, форсирование, ставьте галочку на повышать приоритет, да. Снова настройки, процессор, форсирование и ставим галочку на повышать класс приоритета, да. Снова нажимаем настройки, общие, интервал, ставите 10 секунд, интервал обновления тоже ставите 10 секунд. Далее нажимаете главное и ставите галочку на включен производительный режим. Если у вас галочка не поставилась, попробуйте его закрыть и в трее получается его открыть. Главное, все, галочка стоит. Нажимаем главное, активный профиль питания, оставляете галочку на Bitsom High Performance. После этого запускаете игру, я это делать пока не буду, потому что у меня запись прервется. Вы просто сворачиваете игру, представим, что это у меня Fallout 76, нажимаем PPM, приоритет CP, всегда и ставите высокий. Соответствует CP, всегда и убеждаемся, что вставили все наши галочки. Если вдруг у вас не работает мышка или клавиатура, то убираем галочку с ядро 0. Только это нужно делать заранее, перед тем, как вы войдете в саму игру. Плюс можете отключить SMT, многим кстати помогает. Далее приоритет ввода-вывода, всегда и ставим высокий. Ну и последнее, что в этой программке нужно сделать, это включение производительного режима. Эти настройки делаются один раз. После этого просто можете закрыть процесс лассо и спокойно заходить в игру. Главное только в трее его не закрывайте, пусть будет активен, так сказать. Открываем наш архив, оптимизация, ISLC, PPM, открыть, троеточие. Выбираете любую папку, создать папку, окей, экстракт. Открываем ISLC, PPM, открыть, да. Здесь нам нужно изменить циферки, это зависит от количества объема вашей оперативной памяти. Если допустим у вас 8 гигабайт, пишите здесь 4096. Если же 16 гиг, пишем 8196. Если же у вас 10, либо 12 гигабайт, кстати я не понимаю зачем вы это делаете. Ваша оперативка будет работать не в двухканальном режиме. Собственно добавив вторую плашку, не вашей модели, либо даже вашей модели, но не вашего объема, вы делаете еще хуже. Поэтому советую отключить. Но если не хотите ее убирать, окей, если у вас 10 гиг, пишите допустим 5000, там 100 с чем-то. Точно не подскажу, потому что это неправильно. Таймер Resolution пишем 0.50, Rate MS 500, ставим галочку на Enable Custom и нажимаете Start. Это нужно делать перед каждым входом в игру. Как поиграли, вышли, нажимаете Stop. Теперь открываем приложение MSI Util, нажимаете PPM, запуск от имени администратора, да. Здесь находите вашу видеокарту, она может быть на первом месте, на втором и так далее. В общем находим вашу видеокарту, приоритет ставите High и нажимаем Apply. Открываем папку настройка видеокарты. Если видеокарта у вас от MD, открывайте папку MD Radeon. Здесь находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Если видеокарта у вас от NVIDIA, открывайте папку NVIDIA GeForce. Здесь у нас тоже находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. То же самое, какие функции включить и какие функции отключить. Если будет интересно, у меня есть два видоса по настройке AMD и NVIDIA. Я там все подробно объяснил. Ссылка будет в описании. Открываем мой компьютер. Компьютер. Свойства системы. Доп-параметры системы. Вкладка быстродействия. Параметры. Ставим галочку на обеспечить наилучшее быстродействие. И ставим галочку на сглаживание неровностей экранных шрифтов. Нажимаете применить и переходим на дополнительно. Виртуальная память. Изменить. Убираете галочку с объема файла подкачки. Диск C. Ставим галочку на размер по выбору системы. Нажимаем задать и окей. После всех настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем ПКМ на пуск. Параметры. Конфиденциальность. Опускаемся немножко вниз и находим камера. Если у вас есть вебка, оставляйте включенным. Если же нет, тогда отключайте. Микрофон скорее всего есть, поэтому оставляем включенным. Все остальные команды по типу уведомления, контакты, календарь, телефонные звонки, радио и так далее можете спокойно отключать. Переходим на фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключайте все фоновые приложения. Либо же отключайте те фоновые приложения, которые вы используете крайне-крайне редко. Такие как Microsoft Store, Xbox, ваш телефон, запись голоса, калькулятор и так далее. Все это нужно отключить. После всех этих настроек залетаете в игру и проверяете FPS. Если все еще по фризам, лагам и FPS вам недостаточно, открываем наш архив, оптимизация. Переходим в папку Twiki, реестра. Здесь у нас находится 5 файлов реестра. Перед тем как их активировать, сделайте бэкап файлов реестра. Как это можно сделать очень быстро? Нажимаем поиск, пишем RegiEdit, то есть редактор реестра и нажимаем да. Файл, экспорт. Выбираем любую папку и пишем любое имя. Нажимаем сохранить. Для того, чтобы вернуть файл реестра в исходное состояние, нажимаете файл, импорт и находим наш файл реестра. Нажимаете открыть. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Многим бустит неплохо FPS. Нажимаете PQM слияние, DVR 2 PQM и слияние. Отзывчивость системы PQM слияние, сетевой троттлинг PQM слияние и системный приоритет тоже PQM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаете два раза LQM, либо через Enter. Да-да и окей. Снова же, заходите в игру и проверяете FPS. Если все еще мало кадров, открываем NVIDIA инспектор. Нажимаем PQM, открыть, да. Старт профайл. Кстати, кто не в курсе, видите написано NVIDIA. Это значит что? Только для видеокарт от NVIDIA. Для AMD есть Radeon Mode. Он в принципе немножко похож, но суть конечно разная. В профиле пишем Fallout 76, опускаемся вниз. Текстур фильтры. Текстур фильтры Quality. Выбираем High Performance. Текстур фильтры LoadBase DX и LoadBase OGL ставим плюсовое значение. Допустим, сначала поставим плюс 1 как OGL, так и DX. Нажимаете Apply Changes и заходите в игру. На таком значении картинка сильно не изменится, но FPS может прибавиться плюс 5-10 кадров. Если же еще мало вам FPS, ставите значение больше, плюс 1.5 как DX, так и OGL. Apply Changes, залетаете в игру и проверяете. Ambient Occlusion, либо Off, либо Performance. Для того, чтобы сбросить профиль NVIDIA Inspector, пишите в профиле название игры и нажимаете Restore Profile NVIDIA Defaults. Следующие настройки касаются тех, кто играет с друзьями в Дискорде. Кстати, вот мой сервер Дискорда. Если будет вопрос, либо желание поиграть, подключайтесь. Ссылка находится в описании. Нажимаем настройки пользователя, опускаемся вниз и находим расширенные. Аппаратное ускорение, убираем галочку и нажимаем ОК. И последнее, что нужно сделать, это обновить драйвера вашей видеокарты. Если видеокарта у вас от AMD, нажимаете ПК на рабочем столе, настройки Radeon, переходите на вкладку обновления, качаете последние драйвера, выбираете экспресс установка и перезагружаете ваш ПК. Если видеокарта у вас от NVIDIA, открываем GeForce Experience, драйверы, проверить наличие обновлений. Если есть доступные драйвера, мы тоже их качаем, выбираем экспресс установка и перезагружаем ваш ПК. Если же нет доступных драйверов, мы просто нажимаем закрыть, открываем Steam, библиотека и залетаем в Fallout 76. Я там покажу самые актуальные настройки графики. Как оказались в самой игре, нажимаем настройки, видео, оконный режим ставим полноэкранный, разрешение по соотношению к вашему монитору. Кстати, если ПК слабый, можете поставить 1280 на 720. Качество текстур я оставляю высокое, качество воды среднее, качество освещения среднее, тени тоже среднее, дистанция отрисовки теней тоже среднее. Поле зрения у меня стоит 115, вы же в зависимости от FPS ставите либо меньше, либо больше. Советую 80 и выше. Дистанция отрисовки персонажей примерно чуть меньше середины, предметы так же само, объекты четверть, дистанция отрисовки травы можно поставить либо середину, либо вообще в самый минимум. Я думаю в принципе она большую роль не играет. Прицел по желанию, субтитры так же само. Вот это именно мои настройки. Если же ПК слабый, то ставите все на самое-самое низкое. Ну и поле зрения придется поставить тоже на 70. После всех этих настроек, оптимизаций, нажимаете играть и наслаждаетесь высоким FPS. Субтитры сделал DimaTorzok